В 200 дней мы учимся в школе, то я 198 прогуляла. С тобой все в порядке. Я так много работала, ни о какой учебе речи не шло. Если я не хочу быть человеком, значит, я имею на это право. Мне с тобой скучно. Не до пирожных, не до кассы не дотягиваюсь. Мы приветствуем вас на программе «Старший друг», программе, которая посвящена взрослению, подросткам, разным их приключениям и нам, которые тоже когда-то были подростками, а теперь вспоминают, как это было, чтобы кому-то в жизни стало, может быть, от этого легче. Сегодня со мной в гостях прекрасная, обаятельная королева всего на свете, артистка-мать двоих детей. Артистка-мать. Артистка-мать-героиня Даши Мельникова. Привет, Даша. Привет, Вася. Короче, мы придумали эту программу таким образом, что дети присылают нам какие-то вопросы, которые их мучают. И мы обсуждаем, как у нас это было и как мы с этим справлялись. И вообще, если говорить про какое-то твое детство, скорее подростковое такое, лет 12, то ты вспоминаешь этот период как классный период в своей жизни или как довольный период в своей жизни? Мне кажется, что у меня был довольно сложный период до 14 лет как раз. А с 14 я попала в кинематограф. То есть это уже начинается вообще другая глава моей жизни, которая повлияла на меня, конечно, очень сильно. Но я была обычным подростком до 14 лет, а дальше я была работающим подростком. И очень долго я не могла выйти из этого образа. Так что здесь надо разделить до и после. Ну а если говорить про до? Если говорить про до, то я тебе так скажу. У меня был очень тяжелый восьмой класс. Настолько тяжелый, что я полностью прогуляла весь свой первый восьмой класс. Я так сильно его прогуляла, что когда надо было подводить итоги, я поняла, что мне надо признаться родителям, что из, я не знаю, сколько, 200 дней мы учимся в школе, то я 198 прогуляла примерно. И проблема была, собственно, в том, что это был экспериментальный восьмой класс. То есть лицей начинался всегда с девятого класса, а нас туда засунули как экспериментальный, набрали первый раз в восьмой класс, и нас туда запихнули, и я оказалась самым маленьким человеком вообще в здании, чтобы ты понимал. То есть у меня были проблемы с ростом, то есть я была маленькая всегда очень. И я так сильно комплексовала, ходила, ну и меня троллили, и вот то, что называется буллинг сейчас, да, меня, вот как это глагол, булили? Ну, травили, булили, да. В общем, меня, короче говоря, ну не то, чтобы прям травили, но как бы надо мной все смеялись, и как-то там что-то такое происходило, в связи с чем мне не хотелось ходить в школу. Я прогуливала все время в школу. А как тебя травили? Ну, типа, ты перепутала здание, вон детский сад, иди туда учись, там. Или говорили, что, типа, ну я была маленькая, мне вообще не нравилась мальчикам, я была, типа, супермаленькая, у меня не было там в тот момент еще ни груди, ничего, всех девчонок все там выросло, а я была, типа, мелкая, и непонятно было, что со мной делать вообще. Я никому не нравилась, особо ни сегодня себя ничего не представляла. Еще была самая маленькая, и как-то так все сошлось, что меня решили сделать объектом насмешек, таких вот, ну, типа, ну, может быть, может быть, было все так, не так жестко, как я это видела, но, тем не менее, я старалась не появляться в лицее вообще, чтобы избежать вот каких-то таких ситуаций. Вот. Я, короче говоря, прогуляла почти весь восьмой класс, и потом призналась родителям, что я, в общем, не училась в восьмом классе, и что я... А родители при этом год вообще этого не замечали? Они не очень замечали, но я уходила в школу, просто гуляла по району. Но ты при этом не разговаривала с родителями об этом? Не. Почему? Слушай, ну, потому что я не могла этого объяснить родителям. Ну, то есть, я как-то думала, что это какая-то такая проблема, какая-то непонятная, я не знала, как с ней быть, то есть надо мной смеются. Мне было как... Родители работали, им было как-то не особо до этого, плюс я еще много занималась танцами, и, в принципе, на танцах у меня всегда было все окей, и я как бы туда отдавала все силы, а школа, ну, как бы такой побочный эффект, ну, как бы он неприятный момент, эта школа. То есть, ну, и я старалась как-то так делать, чтобы вот ее было поменьше в моей жизни. И, короче говоря, в итоге я этот восьмой класс прогуляла, я сказала маме, я говорю, я пойду снова учиться в восьмой класс, я не готова, я пропустила весь восьмой класс, мне жутко это... Мне грустно от этого, я хочу еще раз пойти в восьмой класс. Я нашла школу частную и пошла в частную школу еще раз в восьмой класс. У нас было трое учеников в классе. Это была одна из немногих частных школ в городе Омске за деньги, вот. И я там училась, и это, наверное, было одна из вообще... один из лучших годов школьных в моей жизни, потому что туда шли учиться ребята либо из обеспеченных семей, либо те, у кого какие-то тоже, ну, там, сложности с коммуникацией в обычной школе. И как-то так собрались ребята, очень нежные какие-то трое, да. Собрались ребят. А потом у нас стало... То есть мы знаем, что в Омске есть один обеспеченный был ребенок. Ты была обеспечена? Нет, я была не обеспечена. Ты была не обеспечена? И один человек с проблемами коммуникации. И вы втроем встретились. У нас было три девочки причем. А потом к нам пришел Эля и Настя. Привет вам большой. А потом к нам пришел еще один мальчик в класс. То есть Настя стало четверо в классе до конца года. И потом, по-моему, появилась еще одна девочка. Но это не точно. Вот. Я как-то помню восьмой класс более-менее. Я там еще продолжала учиться в девятом номинально, но уже я снималась в Москве. И по факту у меня восемь классов образования, потому что дальше я уже снималась. И, конечно, ни о какой учебе речи не шло. Восьмиклассницы были красивые, с грудью ухоженные. Ухоженные, не знаю, как-то они за собой ухаживали, красились. А разуме люди это какой-то топик вообще? Да, у нас был медосмотр, и мы все пошли на медосмотр. Вот с этого все началось. В начале года был медосмотр, мы все девочки туда отправились. Ну, как бы, и я тоже. И потом начался троллинг среди девочек. Типа, прям, они начали меня троллить, что у всех есть там грудь. И они как бы красивые, высокие. Они начали формироваться. А я долго не могла никак сформироваться. То есть я типа лет, наверное, в 16 только более-менее стала похожа как-то на девочку. А до этого я была таким пацаном. Ну, как бы, и за это я как-то стала подвергаться троллингу. Ну, а ты сама переживала по этому? Да дикой. Или больше на тебя давила? Я переживала очень. Я переживала сама. Я, ну, плюс вот это давление, я сама переживала. Плюс как-то мне, ну, и с мальчиками мне не очень тогда складывалось. Но тебе нравились мальчики? Или как будто надо было просто? Да нет, нравились, конечно. А я никак не пользовалась успехом. Да, я ходила в школе. Там были такие, ну, вот, как бы, около стены были плинтуса. И я пятками вставала на плинтуса и старалась ходить вдоль стены, потому что так я казалась выше. Вот. У меня жутко было стыдно за свой рост. Я была вот реально самая маленькая в здании. И я даже не помню, что я дико, ну, мне я укомплексовала зайти в столовую, потому что там были очень высокие прилавки. И надо было, как бы, ну, высоко тянуться. И, как бы, все было очень высокое. Знаешь, такой мир взрослых людей среди лицей. И с девятого класса они рассчитали, что, ну, люди, наверное, примерно метр шестьдесят там уже все. А я, типа, ну, и вообще метр с кепкой. И вот я там не дотягиваюсь, знаешь, не до пирожных, не до кассы не дотягиваюсь, не до чего. То есть, и мне не хватило в тот момент чувства юмора, понимаешь, в восьмом классе. И мне не хватило, ну, никакой силы, ни чувства юмора, ничего. Я помню, что единственный раз, когда я выкарабкалась из этого состояния, когда я на каком-то общешкольном концерте, общелицейском концерте выступила, станцевала некий танец, произвела большое впечатление на всех людей, которые там учились. И вроде как на меня вообще обратили внимание, как на, ну, человека, который что-то может, а не только на ту самую девочку, которая, которую занесло из третьего класса к нам в лицей. Вот. Поэтому, да, было как-то... Ну, окей, а потом ты попала в кино, и все, все поменялось, сразу ты стала думать, что ты супер. Слушай, в кино я просто оказалась в таком творческом коллективе, в такой творческой тусовке, где вообще было, не имело значения ни мой рост, ничего. То есть там была нужна моя энергия, которой было в тот момент, в принципе, много. Да, ну окей, ну там через сколько ты стала кумиром подростков? Через год? Через пару лет. Ну, тогда ты ощутила, что ты нравишься мальчикам? Тогда, знаешь, что я... Тогда был вообще странный диссонанс, потому что мне было, типа, 16, и я дико прогуливала школу, потому что я все время была на съемочной площадке. И я помню, что ко мне стали относиться как к актрисе из телека, и я не могла ни с кем завести отношения, потому что мальчики смотрели, ну, они как бы смотрели на меня, как на некий такой объект из телевизора, и их была сразу толпа. То есть я не могла... Никогда не по одному. Никогда не по одному они не подходили, да. Ну, а в каком возрасте вот ты поняла все-таки, что с тобой все вообще в порядке? Все окей? И поняла ли ты это вообще когда-нибудь? Ну, ближе к 28 годам. 28. Сколько тебе сейчас? 28. Угу. Буквально позавчера. Да? И что же осталось? Понимаете, что окей? Да нет, не позавчера, но... Да, это, наверное, ближе к 28. То есть ты хочешь сказать, что ни кино, ни успех в то время, ни успех потом не повлияли на твою самооценку в этом смысле? Нет, я всегда, как бы, всегда чувствовала себя, во-первых, самозванкой, во-вторых, даже если у меня хоть что-то получалось хорошо, это как-то... Ну, я не умела присваивать это все заслуги себе. То есть как-то... Вот я сейчас... Ну, мы сейчас общаемся с моим психологом, у меня теперь есть психолог, и просто я учусь... Добро пожаловать, дети, в мир взрослых людей. Там у всех есть психотерапевт, психолог или психиатр. Это прекрасно. Это лучшее, что я сделала для себя в этой жизни. Поэтому у меня есть психолог, с которым мы учимся как-то, ну... Нет, на самом деле и до психолога я более-менее к 28, там, к 26, наверное, ну, окей, 26, 27, 28 годам я стала чувствовать себя спокойнее, принимать себя такой, какая я есть, более-менее. Только не в те дни, когда я... Ну, в общем, более-менее я стала воспринимать себя получше, чем там до этого, вот. Ну, были какие-то награды, какие-то моменты успеха, которые меня вдохновляли, и там, и что-то со мной хорошее происходило. Вот, но мне кажется, что вот реально ближе к 30 годам я только стала более адекватным человеком. Это очень плохая новость для всех детей мира, потому что эта хрень продлится еще 15 лет. У кого-то она происходит раньше. Это хорошая новость в том смысле, что мне бы знать в 18 лет, что со мной все в порядке, или там в 16, или в 15. Хотя вот на самом деле лет до 16 я была, ну, еще ок. То есть мне как бы, я была ребенком, по сути. Мне, там, вот, кроме восьмого класса, когда вот это была хрень, мне на самом деле всегда все было окей с самооценкой, потому что я занималась творчеством, и очень классно в нем реализовывалась в танцах. То есть я выходила на сцену, офигенно себя чувствовала на ней, производила некое что-то какое-то энергетическое там действие, и после этого тоже хорошо себя чувствовала еще там какое-то время. То есть я занималась творчеством, и это творчество, оно вот как-то аккумулировало мою энергию внутри. То есть мне было не до переживаний, собственно, знаешь, там, как я, какая я. Ну, как-то мне всегда было окей, нормально, за счет, как раз за счет творческого вот этого процесса, который со мной происходил. Вот, ну, а потом, конечно, когда уже моя жизнь стала сплошным творческим процессом, уже в нем я стала там, и подростковый период, и какие-то пубертатные, еще что-то, еще что-то, и вот там я уже начала чувствовать себя, типа, не окей, там, как будто со мной что-то не так, или еще что-то, ну. Когда я начала сниматься, и, соответственно, как бы вопрос о подростковых романах для тебя был тогда снят? Не было вообще романов. То есть их не было никаких? Никаких романов. И никто не писал тебе, не переводился? Ты просто писали, мне вообще было не дает. А, ты просто не отвечала. Блин, ты не представляешь, у меня чуть было не случился один роман. И знаешь, как он закончился? Молодой человек принес мне розочку на вахту съемочного павильона, оставил ее и написал, мне с тобой скучно. Потому что все время ему приходилось либо ждать меня со съемок, либо ехать только со мной на съемки. То есть, ну, как бы все время или текст со мной учить, или, ну, то есть ему было как бы, мне не было времени тусоваться. Такое ужасное сообщение. Да, я помню, что я выхожу с этого съемочного, мы должны были с ним от метро, от съемочного павильона доехать до дома, вроде как, какой-то вечер провести. Вот, я думаю, что не только, может быть, в этом было дело, может быть, ему просто действительно было со мной скучно. Вот, но я помню этот ужас, потому что я, типа, 12 часов пашу, и вот выхожу в таком, типа, состоянии уставшем. И вот вижу эту розочку и думаю, ну, все, короче. И, короче, вообще все, вообще все плохо, и я еще и скучна при этом, не представляя никакого интереса для противоположного пола. Ужас. Вот, но, то есть реально было очень много работы просто в тот период жизни. А мужики взрослые были, которые за тобой ухаживали? В какой-то момент я почувствовала внимание со стороны взрослых людей, но жизнь меня уберегла от этого. вот, то есть, ну, меня реально жизнь уберегла, и ситуации не сложилось такой, когда мне было бы страшно. То есть даже если был такой момент, я действительно не знала, как-то там, как себя вести. Вот, и, к сожалению, не знала, и никто меня этому не учил. Я не знала, что такое собственные границы, поскольку, особенно в творческой среде, влияние взрослых, влиятельных каких-то деятелей кажется очень сильным. И страшно отказать, страшно, вот, как бы, нарушить доверие, да, к себе и дружбу, как бы, ну, вот, отказом. Вот, ну, я могу сказать, что там, я была в такой ситуации, но она не была критична. Вот, ну, может быть, какая-то такая демо-версия небольшая со мной произошла, которая, ну, вот, научила меня, научила меня вот этим границам. И я могу себе представить, как может девушка или, там, молодой человек оказаться в такой ситуации. И думаю, что, конечно, надо в этот момент разговаривать с кем-то, с кем-то взрослым, кто бы мог помочь тебе в этой ситуации. То есть надо обязательно поговорить с кем-то, кому бы ты мог довериться, не боясь, что тебя, что тебя разоблачат. Вот, это обязательно. То есть в этой ситуации надо разговаривать с кем-то, кто бы мог тебе подсказать, как себя повести. И ни в коем случае не бояться отказывать взрослым, влиятельным людям во внимание, если тебе самому этого не хочется. А у тебя получалось в детстве вообще с родителями разговаривать про какие-то свои сложные переживания ищи? И почему нет? Это потому что родители или потому что ты? С мамой я пыталась разговаривать на этот счет. Но я помню, что у мамы моей, она, ну, она такой довольно религиозный человек. И с мамой любые разговоры, в принципе, приходили к тому, что, ну, как бы, молись и кайся, и все будет хорошо. Может быть, это и действительно так, но подростку этого мало. Подростку надо... Ну, и мама всегда говорила, что я, в принципе, ну, лучше всех, там, знаешь, как бы... Мне не хватало критического мышления, знаешь, ко мне. То есть я была лучше всех, и это не подвергалось никаким сомнениям. Ну, и ты доверяла, то есть когда она тебе говорила, ты просто как бы думала, что это ничего не значит? Да, это ничего не значит, абсолютно, да. Я понимала, что это не так, объективно, что в этом какая-то проблема. Мама говорит, что я лучше всех, а по факту это не так. Я сталкиваюсь с проблемой, не могу ее решить и не знаю, как быть. То есть мне не помогала в тот момент религия, мне не помогли отношения, ну, как бы, разговоры с мамой, потому что я, мама, ну, не видела во мне изъянов. И она не могла себе представить ситуацию, в которой я бы вела себя как-то, вот, не знала, как из нее выйти. Какой самый отвратительный поступок ты делала в своем подростковом возрасте? Предательство. Лучшие подруги. Каким образом? У меня появился молодой человек, внезапно, вообще, вот первое, наверное, такое резкое что-то со мной произошло. И я перестала с ней общаться, хотя это не было намеренным предательством, но это произошло, как бы, я ее, вот, покинула. Вот, и я ее покинула, и она, и ничего не объясняла ей. То есть я помню, что я вообще покинула, в принципе, все, как бы, все свои компании, там, и зациклилась на этом молодого человека. Но больше эта подруга со мной уже никогда не общалась, и я в тот момент выучила вот этот урок о том, что, ну, вот, так нельзя бросать друзей, так нельзя уходить в свои переживания. Если у тебя есть близкий друг, то надо, как минимум, его в это было бы хотя бы посвятить или как-то, я не знаю, оповестить. То есть реально самое плохое, что ты сделал в своей жизни в подростковом возрасте, это ты влюбилась в чувака и перестала общаться со всеми своими друзьями. Ну, я перестала общаться с самой лучшей своей подругой, с которой мы все время общались. Я ее просто перестала, подожди, нет, давай еще, подожди, нет, хорошо, это не, давай я подумаю. Ну, я помню, ну, я реально это расценивала как предательство. Нет, просто можно нигму заносить, если это самое... Нет, ну, сбрось, да нет, ну, хорошо. Нет, хорошо. Потому что мы все так делаем. Нет, окей, хорошо, давай, у меня была ужасная ситуация, вот прям, типа, это уже не подростковый период, когда мы с подругой затеяли квартирник ради того, чтобы она начала встречаться с парнем. Так, а где был этот квартирник? У нее дома. Хватит. Я еще не поступила тогда. Так. И в этот вечер я целовалась с этим парнем. О, фу. Ужасно? Это плохо, да, это плохо. Это плохо. И как? Потом она с ним все равно стала встречаться. А она знает уже об этом? Да, они знают. Мы недавно с ней это обсуждали. А он тебе нравился? Ну, да, но он всем нравился, в принципе, да. Он такой был приятный. Но я начала целоваться с одним, а закончила с ним. На этой же самой, на этой вечеринке, ради которой все было устроено. И я помню утро этой вечеринки, как она сверлит меня. А, ну, да, он свалил. То есть мы, типа, как-то тусили-тусили и стали с ним целоваться. И он свалил, вообще уехал куда-то. И у меня ждал утром, ждала очная ставка с подругой. А за тобой кто-нибудь когда-нибудь настойчиво ухаживал? Так, чтобы было неприятно. Да. И что ты делала? Я не знала, что делать. И чем это закончилось? Я сбежала. Куда? Ну, просто сбежала из-под, как бы, из-под этой ситуации. Долго тянулась эта ситуация. Я не знала, что в такой ситуации надо делать, как закончить отношения. Я только сейчас, вот, ну, более-менее научилась вообще отказывать в чем-либо вообще. Страшно обидеть человека, страшно поссориться на самом деле, испытывать негативные эмоции по отношению к себе. То есть лучше было бы, чтобы на меня он, ну, один раз там накричал, но отстал от меня, да, чем год ухаживал, и я бы этого не хотела. Но я вот, к сожалению, не знала такой, что так можно и что это лучше, чем один раз пережить неприятную ситуацию, чем один раз я смогла отказать человеку в ухаживаниях. Потому что он был мой ровесник, и я сказала, слушай, я ничего не, я тебя не люблю, не испытываю никаких чувств, давай это закончится сейчас. И человек так сильно расстроился, что я подумала, боже мой, что я делаю? А человек, ну, прям плакал, мальчик, там, мужчина, молодой человек, рыдал, там, бился в истерике. Я думаю, боже мой, я причина вот этих вот истерик. И я взяла всю вину на себя и подумала, что я, наверное, не переживу еще раз такой ситуации. Я как-то либо старалась мягко вырулить там и спрятаться, либо долго-долго не знала, как от этого отделаться и сбегала в итоге из этой ситуации. Или человек сам отпадал, но это реже было. Ну, ты же понимаешь, что это не твоя вина. Это не моя вина, но мне никто этого не объяснял никогда, понимаешь? Ну, ты сейчас это понимаешь. Ну, сейчас я это понимаю, да, но это мне уже 30 лет. Из серии разговора про... Про границу. Изнасиловали, потому что вышел в слишком короткой юбке. Да. Ну, это же бред. Просто никто об этом никогда со мной не разговаривал. И никто не разговаривал про мои границы со мной и про то, что если я не хочу быть человеком, значит, я имею на это право. Ну, это как будто самое важное, что вообще надо понять, что если ты чего-то не хочешь, ты имеешь право сказать нет всегда. Да. И это должно касаться вообще всего... Да, да. Что угодно. Да. А ты могла бы прийти после этого вечеринки и сказать, типа, мам, я целовал с парнем своей подружки, что делать? Нет. Ну, а ты жалеешь, что у вас не было таких... Отношений с мамой? Да. Я не знаю. У меня как бы мама всегда... Видишь, ну, у меня мама очень... За счет того, что она религиозный человек и за счет того, что у меня было религиозное воспитание, я просто не могла... У меня язык не повернулся. То есть то, что я пришла с похмелья и нашли зажигалку в моем кармане, это был верх как бы в тот момент. Это было очень... Настолько плохо и ужасно. И я была уже как бы падшей женщиной. Если бы я рассказала, что я еще там с двумя накануне целовалась с чуваками, это было бы совсем крахом. Ты бы хотела, чтобы твои дети могли к тебе прийти и сказать... Да, конечно. Я вчера нажрался. Да, да. И чтобы, типа, ко мне поговорили с вами. Ну, папа вчера встретились, выпили. Да. Ну, тебе хотелось бы, да? Я бы хотела, чтобы они могли доверить мне, да. Чтобы я... Я бы не хотела, чтобы они боялись мне рассказывать что-то, да. Потому что я боялась родителям рассказать. И для мамы всегда было шоком, что я, в принципе, могу выпить или покурить, или выругаться матом до сих пор. Это для нее, ну, неприемлемо вообще. А кем ты мечтала быть в детстве? Всегда хотела бы быть... Заниматься творчеством, танцами, педагогикой, не знаю. Актрисой? Актрисой я хотела быть, но я думала, это недостижимая мечта моя вообще, какая-то космическая. Это какая-то была, знаешь, сверх какая-то там... Ну, то есть это что-то было вообще настолько недопустимое, что я даже так вскользь об этом мечтала и так представляла, как бы, ну, очень... Не со мной, скорее, это была история. Я думала, что я буду просто заниматься творчеством, буду что-то преподавать и как бы что-то такое. Вот. Танцы, я думала, я буду заниматься танцами. Ну, а когда тебя взяли в «Папину дочку» для тебя, это было шоком? Ну, если это недостижимая мечта. Это было шоком, когда меня взяли, в принципе, сниматься в кино. Это были не «Папины дочки». Это не первая, да? Это не первая картина, да. Первая картина была, вот, там, «Детская сказка», «Золушка 4 на 4». Я не знаю. Да, она так называется. Ничего страшного, ее мало кто видел. Я пойду домой обязательно посмотри. Нет. Я смотрел «Стальную бабочку». Хорошо. Хороший фильм. «Золушка» была первая моя картина, но она… И вот там был шок, конечно, что меня вообще забирают куда-то в Москву, из Омска. Меня там увидел. А как это произошло вообще? Ну, это был кинофестиваль детский. И туда приехал режиссер со своей картиной. А я плясала, как часть коллектива, на всяких вот этих открытиях. И ребята с флажками бегут, вот это все, знаешь. И плюс у нас были сольные концерты, гала-концерты, где мы сами пляшем все свои танцы. А у нас были очень… У нас был такой классный, типа, супертанцевальный коллектив, где мы, типа, офигенно двигались. И плюс, типа, очень артистичные у нас были всякие номера. И у меня было несколько не сольных, но где я, типа, солировала. И, видимо, этот режиссер увидел меня на этих концертах, послал свою продюсершу, которая подошла ко мне и сказала, вот у меня там сидит режиссер на трибуне, а он бы хотел вас попробовать в свой фильм. Но в итоге меня даже не пробовали. В итоге они мне позвонили, типа, уже на омский телефон. Я помню, как мама стоит на кухне у холодильника, на холодильнике телефон, и она дрожащей рукой берет телефон. И я стою и трясусь, и думаю, что сейчас все это розыгрыш, потому что так, в принципе, не бывает. Я в Омске, режиссер в Москве, в съемке какого-то большого фильма, полнометражного сказки. И они хотят меня без проб утвердить, чтобы я просто села на самолет, прилетела и начала сниматься там. Так, в принципе, не бывает в жизни, наверное. То есть бывает, но очень редко. Я не могла поверить, что это происходит со мной. В итоге так действительно произошло. Я села на самолет с мамой, мама прилетела со мной на киностудию. Мы посмотрели кинокомпанию, нам не было костюм, грим, не было проб. То есть через 2-3 дня мама улетела в Москву, и у меня был первый съемочный день. Я осталась одна в Москве. И как? Очень круто. У меня вообще началась супер жизнь. То есть у тебя было такое, как будто ты с чистого листа все начинаешь? Вообще, да, так и было. И ты другой человек, и тут все по-другому работаешь. Так было. Никаких прошлых связей, никаких установок, ничего. Никто про меня ничего не знает. Я попадаю в мир кино, в мир Москвы, вообще с чистого листа. И просто... Это же очень круто показывает, насколько все установки в голове существуют. Да, да, это правда. Так и было. Абсолютно так. А что вот ты могла бы себе сказать, не знаю, 13-летней? Вот что бы ты хотела вернуться, сказать себе и... Вот все в порядке с тобой. Ты классный человек. Просто по факту своего существования. И с тобой все хорошо. Я тебе запишу это на видео, чтобы ты просто каждый день смотрела свои 28. Да, я в этом уже начинаю плакать. Ну, правда, мне кажется, это очень важно, говорить детям, что с ними все в порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...